Дорогу у Самарской школы номер 163 приведут в надлежащее состояние. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина на выездном совещании в Советском районе. Вот тут вот все это лужа, народ по забору школы. Школа довольно-таки старая, школа очень знаменитая. Там действительно подъездные пути находятся в недовольтворительном состоянии. Ну, я сейчас прошлись, показали, сказали, какие технологии будем применять. Там нужно немножко сделать выравнивание территории для того, чтобы произвести отвод воды от территории школы, чтобы дети могли спокойно добираться. Также Елена Лапушкина откликнулась на просьбу помочь с системой отопления и вентиляции центру для детей с ДЦП Выше Радуги. Сейчас здание восстанавливают после двухлетнего простоя. Я слышала, что приедете, у меня главная боль, потому что я расскажу про отопление, потому что так-то все остальное получается. Ну, у нас, конечно, я говорю, Владимир Александрович, прям большое ему спасибо. Это же вот субботник, у нас вся территория преобразилась сразу. Под контролем у главы города и объекты, на которых ведутся работы по программе «Комфортная городская среда». Например, на улице 22-го портсъезда во дворах 44-го и 46-го домов строят детскую и спортивную площадки. Сегодня я бежала в советский район и в основном контролировала, как исполняются поручения, которые уже ранее были озвучены. Это и по асфальтировке прилегающей территории к школе, это по заделке вскрытия, как ведутся работы по программе «Комфортная городская среда». По итогам объекта появились новые поручения. В основном они все касаются также вопросов голубоустройства. Не остались без внимания и жалобы горожан, которые поступали главе «Самара» через социальные сети. Светлана Кудрявцева, Ольга Хомракулова, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События.